Несколько ссылок на алгебраическую геометрию. Алгебраическая геометрия – раздел математики, изучающий геометрические объекты, связанные с решением алгебраических уравнений. Такими объектами являются алгебраические многообразия, алгебраические кривые, алгебраические многообразия. Вот видите, алгебраические многообразия, несуществующие объекты, вот эта вот дурость выдается за науку. В реальном пространстве многообразия не существует. В реальном пространстве возможны плоскости поверхности, линии, любые объемные тела, фигуры, но невозможно многообразие. Потому что многообразие – это более чем трехмерные объекты. Это попытка сделать как бы множество, куда входят более чем трехмерные объекты. И потом это все позволит называть многообразиями. Это жульничество, безграмотность. Если есть уже термин, а вы не называете этим термином, вот есть место, да, часть пространства, занимаемое объектом. Вы уходите, да, от этого, вы не используете термин «место» и пытаетесь вот людей запутать уходом от терминов. Это мошенничество. Это группа математиков – это мошенники. Возникновение алгебраической геометрии относится к 17 веку, когда в геометрию были введены системы координат, позволяющие описывать геометрические фигуры, как совокупность решений алгебраических уравнений. Вот что несут? Вот просто к 17 веку. Вот надо подальше, что вот люди уже с 17 века вот этим вот всем занимались. Первоначальным объектом были кривые поверхности второго порядка, изучаемые в аналитической геометрии. С развитием проективной геометрии выяснилось, как проективная классификация кривых поверхностей является наиболее естественно обозримой. Геометрическая интуиция, возникающая при изображении решений алгебраических уравнений геометрическими фигурами, оказалась важным поспорьем. Геометрическая интуиция. Вот какие дебилы! Геометрическая интуиция и научный метод. Вот где научный метод и где геометрическая интуиция? Вот интуиция не имеет никакого отношения к научному методу, да? Полезной оказалась и наглядность геометрических методов. Сгенерирую пример. Вот алгебра неточных решений или алгебра неконкретных решений очень много позволяет развить. Уже можно ввести такой термин. Алгебра неточных решений, множество неточных решений, это такая совокупность решений. Хорошо же звучит, да? Можно диссертацию защищать на этом? А о чем идет речь? Что прячется за этими словами? Класс собрался, да? Решает задачу. Дважды два равно четыре. И у всех получилось там четыре, а у некоторых получилось шесть, у некоторых восемь. Это же решения, они неточные, да? Вот совокупность неточных решений мы же можем объединить в алгебру неточных решений, да? И тогда у нас получает развитие, да, целая наука, на ней можно напороть кучу тупорылых диссертаций, как вот эти лошары сделали, да, записались в математике Саватеева, дебилы. Неточных решений и алгебра, да? Все считали пространство трехмерным. Размерность, да, двамерность, три. Но были еще неточные решения, некорректные. Четырехмерное пространство, пятимерное. Ну, это неточные решения. Совокупность неточных решений. Получились многообразия многомерные. Четырехмерный куб, пятимерная сфера. Это просто неточные решения. Это галгебра неточных решений, некорректных решений. Совокупность некорректных решений. Нет, сказать, что это двоечники, дебилы, накоря были там безграмотных решений. Не смогли сосчитать до трех, сосчитали до пяти. Вот это вот реальность. Это их метод. Галина Колосова. Фильм о равновесии, по-моему, снят специально для умственно отсталых. Я не физик, но даже мне понятно и очевидно, что Вселенная работает на отталкивании. Мне непонятно, почему некоторые физики этого не понимают. Вот, зачитано. Ну, вот люди понимают. Вот, если есть достоверная информация. Вы, кстати, обратили внимание, критики фильма равновесия, даже маленького какого-нибудь такого подхорюкивания не было. Никто не может по фильму равновесия ничего возразить. А фильм равновесия – это документальное подтверждение того, что лженаука преподается в каждой школе. Вот в каждой школе, в каждом вузе преподается лженаука. Наша система образования обманывает детей. Их дорожка, она уже все в тропиночку, в конец тропинки превратилась. Они уже доходят до последней стадии. Им уже не поможет ничего. Умник, вообще такой умник нашелся Андрей Портнов. А сам в курсе ли, что в математике термин пространство не несет физического смысла? Да, использование слова в пространство в математике – это неправильно. Надо использовать другой термин во избежание смущения публики и набега злых котючек. Ну, например, термин «горшок». Ну, так и скажи, что на людей-то нападаешь. Если математик в математике сказал пространство, то котючек его уже клеймит слабоумным идиотом и уже ученым. А глянуть со стороны, ну, грубо говоря, если тыква – это не тыква, но ты называешь это тыквой, надо лечить тыкву. И тому, кто научил, и тому, кто повторяет. Если это не пространство, но ты называешь это пространство математическое или не математическое, ты идиот. Вот это просто. Ты нарушаешь логику, значит, ты идиот. Первый закон логики. Это на самом деле безграмотность откуда идет? Вот одномерное пространство, двумерное пространство, трехмерное пространство. Откуда идет? Это люди безграмотно не знают, какое слово использовать. Надо использовать не слово пространство в этом случае, а место, одномерное место. Место – это часть пространства, занимаемое объектом. Вот площадь, в научном смысле, это место. Поверхность – это место, часть пространства, занимаемое объектом. А вот называть плоскость пространством – это нарушение первого закона логики, закона тождества. Если люди это не понимают, это такие, как их назвать, не ругаясь, несмышленыши, не смогли сосредоточиться, не способные сосредоточиться, потерпевшие, пострадавшие интеллектуально, люди, которым не хватило витаминов, это реальность. Вы пытаетесь оправдать то, что невозможно оправдать. Это тупость, безмозглость. Когда плоскости называют пространством, когда линию называют пространством, это безмозглость. Когда многообразие называют пространствами, это тоже безмозглость. Не пишите глупости, пожалуйста, на них отвечать приходится. О, Дон Рептилиум, Виктор Григорьевич, зря вы радуетесь разгона комиссии по борьбе с лженаукой, ведь они ведь не вам мешают, а вот таким Саватеевым, святая наивность, они не мешают Саватеевым, они защищают Саватеевым, вы не поняли смысл. Комиссия по борьбе с лженаукой это 100% обманка, вот это если бы главной кошкой стала крыса и развела крысятник на охране зерна, вот это вот так, это мошенники, вот и Гинзбург, Виталий Лазаревич, и Кругляков, и Александров, Евгений Борисович, это вот три человека, которые лоббировали лженауку, продвигали, активно продвигали лженауку на нашей территории, в нашей стране. Они как бы боролись с лженаукой, это была ширма, на самом деле основная деятельность была, это восхваление теории относительности, вот этого забугорного мошенничества для привнесения его в нашу систему образования. Доверение это до лютого маразма, когда, вот Александров мне лично писал, Евгений Борисович, что надо гравитацию рассматривать не в рамках классики, а в рамках вот теории относительности. Обратитесь к Новикову, к Брагинскому, вот этим искривляторам, академикам, да, это писал Александров, он пропагандец вот этой лженауки, это основная цель, то что вы пишете, это ну наивность, это крысы на охране зерна, мыши на охране зерна, это вот так, это 21 век, Россия матушка. О, Алексей Козлов, поле это область пространства с измененными свойствами, еще раз повторяю, поле это область пространства с измененными свойствами, вот ему кажется, что вот все дурачки, а Козлов не дурачок, вот он настаивает, ты споришь с справочником физики, вот поле это не часть пространства, не область пространства, Вот люди на Земле определились, что является материей, что не является материей. Ты называешь частью пространства то, что является материей. Медленно, вот последний раз медленно, дальше фамилию Козлов из списка вопросов буду вычеркивать. Материи, тайну открываю, если ты не слышал. Материи называется все то, что находится в пространстве и проявляет хоть какие-то физические свойства. Но это все называется материей. Поле, вот смотри, поле находится в пространстве, вот видишь, а вот можете заметить, что масса магнита держится на каком-то поле, на том, что проявляет какие-то свойства. За счет этого объекта оно отталкивается от другой массы. Это поле, это реальный объект, расположенный в пространстве и проявляющий свойства. Поэтому, если определили, что такое материя, а ты путаешь с веществом, вещественной материи. Вот есть вещественная материя, есть частицы и есть поле. Мы сняли про это видеофильмы, где все подробно рассказали. Алексей Козлов, это вопрос грамотности физической. Просто ознакомьтесь, либо со справочной литературой, либо посмотрите наши фильмы. Время не воруйте. Это же последователь ТО, я так понимаю, лентивист. Ну, в плане, что у него там измененное пространство, все дела. Это вот не поле держит, это пространство искривилось между магнитами, поэтому не падает. Материя взаимодействует с пространством. Пространство вследствие взаимодействия изменяет свои свойства. Во-во-во, я говорю искривление пространства. Ну, пространство не может менять свои свойства. Вот вы, ну, просто обманутый, несчастный человек, вы жертва на доверие. Мы как-то пытались вам объяснять, мы сняли для вас кучу фильмов. Вы можете их посмотреть, набраться мудрости, понять какие-то вещи. Вы не можете, вы веруете в какую-то версию влияния материи на пространство. Вот наша квартира, да, мы можем сюда внести 48 тонн свинца, а можем 5 кубов пенопласта внести. Совершенно разная материя. Как она повлияет на пространство нашей квартиры? Да никак. Синец может продавить ламинат, да, то есть на материю другую в нашем пространстве повлиять. А на саму квартиру никак он не может повлиять. Наша квартира, какая была по объему, такой и осталась. Вы просто детские какие-то наивные глупости бормочете и не понимаете. Зачем вы вообще эти бессмыслицы озвучиваете? Вот это вот уровень знаний очень низкий. Пожалуйста, просыпайтесь, сосредотачивайтесь. Zero light. Нет, Виктор утверждает, что Вселенная бесконечна и вечна. А когда все звезды давным-давно должны прогореть, откуда-то берется материя для создания все новых звезд. Энтропия же должна возрастать по законам логики. Не должна это полностью все сказочная сказочка. Вы просто засубрили, вот вам предложили эту вещь, должно прогореть, должно быть так. Это придумка есть такая. Ну давайте. Чего сейчас эти балбесы пишут про энтропию? Энтропия, введенная в рамках термодинамики, как функция термодинамической системы, означающая меру необратимого рассеивания энергии и бесполезности энергии, потому что не всю энергию системы можно использовать. Вот это вот выдуманная хренотень, рассеивание, рассеивание материи, что она распулилась. Вот смотрите, камешек возьмем, да, он трется, рассеивается, пылинки от него отлетают, песчинки отваливаются, да, он уменьшается, уменьшается, превращается в песочек, да. Казалось бы, нормальное доказательство энтропии, да. Но одновременно с этим куча этого же песочка, который рассеялся в форме осадочных пород, обратно собирается в плиты, в камни, в монолиты. Обратной энтропией получается процесс, это когда энергия не рассеивается, уже обратно собирается, да, материя собирается, то есть мы про практику говорим. Короче, балдахняет вся ваша энтропия, которую нам придумывали, такие легкие несмышленыши, которые живут в модели большого взрыва, и для этого им нужна энтропия. Это вот так, нет никакой энтропии, это бредятина, наивная такая энтропия мера неупорядоченности, то есть величина показывающая, насколько движение каких-либо частиц хаотично. Это вот тут заумствование, проще говоря, это мера хаоса, бормотание, околонаучное бормотание, деятельность имитирующая научную, но по сути таковой не являющаяся. Является ли энтропия функцией состояния, примеры энтропии, песочный замок смывает волна, для чего нужна энтропия, пойдет ли реальный процесс, не осуществляя его в действительности. Для этого нужно понять энтропию, короче, слив энтропии, энтропия, пшшшш, слили энтропию. Не вспоминайте мне про энтропию, не хочу больше про нее слышать. Чего энтропия, нахрена вам эта энтропия, все забудьте. Имеет не одно значение, значит не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Но. Это первый закон в логике. Но. Но. Но дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Сосредотачивайтесь, подписывайтесь на наш канал, разносите нашу информацию по интернету. С вами был Виктор Катючек, телеканал «Научный трибунал». Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»